Следили ли вы за выборами в Украине? За кого болели? Зеленского. Там, как и у нас, люди хотят изменения не только правительства, а жизни в целом. Вас не смущает, что у него нет опыта в политике? Да ладно, Рейган тоже был актером, но при этом каким президентом стал. И Зеленский научится. Люди направят его сами. Меня совершенно не интересуют выборы в Украине. Как по мне, в политике должны быть политики. Это более академическая, своеобразная деятельность, отличающаяся от искусства. Поэтому, я думаю, будет лучше, если страну возглавит кто-то более опытный. Что сделать? Может ли случиться так, что в Грузии президентом станет шоумен? Почему бы и нет? Мэр-футболист у нас уже есть. Те итоги, которые есть сейчас, меня радуют. Может, Порошенко наконец уйдет и демократия победит? Украинский народ сказал нет всем тем политикам, которые на протяжении многих лет обещали всевозможные блага людям, но так и не сделали ничего. Поэтому они и выбрали человека, который не запачкан всей этой политикой. Я не знаю, что у него получится, но факт, что украинский народ сказал нет тому, с чем уже хорошо знаком. На мой взгляд, украинский народ своими радикальными метаниями из стороны в сторону продемонстрировал свою политическую незрелость. Но в этом, конечно, есть вина и политиков, которые не смогли проявить мудрость, как и, собственно, народ сейчас. Меня результаты удивили. В то же время они укрепили веру во мне в том, что выборы прошли демократично. Когда в выборах участвует правящая партия со своими огромными ресурсами, а ее опережает Зеленский, который все-таки просто комедийный актер, для меня это было неожиданностью. Я рад, что это стало возможным. На мой взгляд, опыт последних лет показывает, что в политику все чаще стали приходить не политики. Посмотрим. В случае с Трампом получилось не очень. В вопросе с Украиной я плохо разбираюсь, поэтому будет неверным, если я буду делать какие-то предположения.